Здравствуйте, это Наше Время, я Василий Морозов. Алтайская актриса номинирована на главную театральную премию России «Золотую маску». Только играет она уже не в Алтайском театре, а в Красноярском молодежном. Полина Шипулина номинирована за роль Катерины в спектакле «По островскому гроза». Наших же актеров в числе победителей и номинантов «Маски» не было уже несколько лет. Почему это происходит и как можно изменить ситуацию? Поговорим с председателем союза театральных деятелей Алтайского края Олегом Пермяковым. Добрый день, Олег Ремович. Добрый день. У нас ведь хорошая театральная школа. Раньше актеры гремели на всероссийском уровне. Актеры, режиссеры, спектакли в целом, что же произошло? А произошло ли вообще что-либо? Я думаю, что ничего не произошло. У каждой театральной ситуации есть свои берега и есть свое течение. Это течение может повернуть влево, вправо, вниз, вверх. И вот эта театральная ситуация в каждом городе, она как загадка. И разгадывать ее нужно только одним способом. Выпускать спектакли, которые будут интересны не только зрителю и критике, но и тем экспертам, которые отбирают на этот потрясающий форум «Золотая маска». Если говорить о сегодняшней ситуации, только что в Москву выезжал музыкальный театр. И с триумфом он прошел на московском зрителе, не просто опробировано, а на московском зрителе актеры музыкального театра и режиссеры Константин Яковлев имели, имели, я бы сказал так, большой успех. Поэтому, если говорить об общей театральной ситуации, то нужно сказать следующее. В зале, когда идут спектакли, зритель есть. Город смотрит. Город желает пойти в театр. И в молодежном театре, и в театре кукол, и, конечно же, в театре драмы. В театре драмы невероятно сосредоточенное сегодня внимание к спектаклям последних премьер. И поэтому говорить о том, что наши актеры и режиссеры не попадают сегодня на «Золотую маску», ну, это не значит, что это провал. Нет. Нет. А что это значит? Это значит, что сегодня есть какой-то уровень, который устраивает нас сегодня здесь внутри, но он, может быть, не устраивает, если эти эксперты приезжали, а, может быть, их и не было. Олег Роменович, я пытаюсь понять, а уровень чего? Ну, ведь уровень актеров, ну, судя по всему, неизменный остался, он хороший. Уровень выбор пьесы или какое-то, может быть, на чиновничьем уровне, условно, связь как-то ослабла. В чем дело? Нет, я думаю, все по-другому. Дело в том, чтобы получить эту заветную «Золотую маску», необходимо проделать какие-то манипуляции, я бы сказал, сделать заявку, дождаться этих критиков, которые отбирают, которые будут сравнивать тебя, твой спектакль, с еще какими-то городами и какими-то спектаклями. Соревноваться с Москвой и Санкт-Петербургом бессмысленно. Когда здесь эксперт, будем так говорить, нашли возможность вручить эту «Золотую маску» Георгию Тихоновичу Обухову, это тоже победа за честь и достоинство, и наш актер, обладатель «Золотой маски». На сегодняшний день этих вариантов, сопряженных с тем, что нужно добиться того, чтобы эти эксперты оказались здесь, у нас, в городе, ну, вероятно, этих вариантов, ну, или не искали, или не нашли. Но я еще раз говорю, это не значит, что театральная ситуация в городе слабая. Нет, нет, нет. Если брать регион, допустим, в целом в городе, пускай, хотя, ну, действительно, каких-то больших триумфов пока мы не видим, ну, возможно, увидим. Но у нас есть Бийский драматический, есть Рубцовский драматический, про них как-то не слышно совсем. Тут я с вами согласен, это может быть недочет средств массовой информации. Да, потому что, чтобы о театре узнали, благодаря телевидению, это большое оружие информационное. Ну и, конечно же, и Бийск, и Рубцов, там есть очень интересные актеры. Не все складывается, может быть, в режиссерском цеху этих городов. Ну, хотя Союз театральных деятелей следит за каждой премьерой, и последняя премьера в Бийске, она прошла с каким-то таким интересом. Но опять возвращаемся к тому, кто присуждает. Это очень сложный процесс. И найти этих экспертов, которые заинтересованы, ну, это, не знаю, как-то не хочется дальше размышлять, потому что эти эксперты тоже могут сделать ошибки. И еще соревноваться с московскими и санкт-петербургскими театрами бессмысленно. Ну, с красноярскими, тюменскими, ханты-мансийскими, пожалуйста. Да, да, с ними надо соревноваться. И то, что вот вы сказали, назвали двух актрис, которых я прекрасно знаю, и Лену Половинкину, и выпускницу Алтайского института культуры Шипулину. Им захотелось определить свою актерскую судьбу и связать с определенными режиссерами. Хорошо, Олег Романович, ну, я тогда вот парирую. Ну, вот вся вот эта ситуация, когда у нас случился массовый отток актеров из молодежного театра, ушел режиссер... Я хочу сразу сказать, это не хорошо и не плохо. Я понимаю. Ну, смотрите, я все-таки дозадам вопрос. Давайте. Если случилось, что, ну, скандал в молодежном театре, когда действительно уехал режиссер, в драматическом театре были некоторые неприятные ситуации, когда спектакли запрещали. И как-то вот это все как-то сформировалось в один какой-то, ну, как мне кажется, точку отчета, после которой, ну, получилось то, что получилось. Вы не согласны? Дело в том, что я, как председатель Союза театральных деятелей, смотрю всегда оптимистично и на любую сложную ситуацию театр. На любую. Потому что я хорошо знаю театр. И иногда вот мы воспринимаем отток актеров из молодежного театра. Ах, Митя Егоров, он покинул. А Митя Егоров так и не может нигде устроиться. Он ставит спектакли по городам, но на работу он не принят ни в одном театре, ни от того, что он плохой режиссер. Значит, есть еще какие-то компоненты, чтобы город или театр доверил ему себя. А те актеры, которые разъехались, ну, кто-то лучшего хотел найти. Только что в Томске я пребывал в качестве режиссера в Томском, драматическом, извините, что я про себя. Но я встречал этих актеров. Вы довольны, ребята, тем, что уехали? И вдруг они сказали, да, довольны, но вспоминается то мгновение, когда они были в Барнауле. Это не было скандалом. Это был нормальный театральный процесс. Вот видите, что для театралов нормальный театропроцесс, то для нас, журналистов, скандал. Да, буквально, на самом деле, у нас меньше минуты остается. Вообще, в какую, что сейчас можно предпринять, чтобы вывести наш театр, условный театр алтайский, на какой-то новый уровень? И нужно ли вообще? Буквально тезис. Нет, вы правильно ставите вопрос. Необходимо находить невероятно интересную драматургию и очень много и хорошо репетировать. А нет людей, которые могут найти драматургию и заставить репетировать? Ну, почему? Есть эти люди, они есть. И сегодня в Молодежном новый главный режиссер. Будем ждать от него каких-то хороших, интересных шагов. Театром драмы, я сразу хочу сказать, руководит невероятно театральный директор Любовь Михайловна Березина. И она найдет того режиссера, который сумеет принести и создать драматургию и создать такой спектакль, такой невероятный по сегодняшним меркам, по современному языку, что город просто ахнет. И будем ждать, что будет когда-нибудь «Золотая маска». Будем ждать и следить за тем. Спасибо большое, что пришли. Ну и приглашаем, конечно же, всех в наши алтайские театры. А это было наше время. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...